И вы знаете, мы с вами живем в прекрасное время. Не правда ли? Время действительно прекрасное. Мы можем свободно говорить о Господе. Мы можем выйти на улицу и сказать, Бог тебя любит. Христос умер за тебя. Мы можем сегодня видеть, как спокойно увеличиваются церкви, насаждаются новые церкви. Мы сегодня можем видеть, как проходит евангелизация. Мы даже в городе Одессе можем пройтись по улицам этого города и сделать марш за Иисуса Христа. И это прекрасное время. Многие называют это время благодатным временем. И это действительно благодатное время. Это действительно прекрасное время. Но прекрасное ли оно поэтому? Не было прекрасное время, когда гнали за веру в Бога. Это было прекрасное время. Это было прекрасное время. Люди, которые были гонимы за веру в Бога, они радовались. Они были счастливы за то, что они могут пострадать за имя Христова. И для них это было прекрасное время. Время сейчас прекрасное. Это действительно так. А прекрасное оно потому, что оно наше время. Бог почему-то родил нас именно в это время, когда мы можем проповедовать открыто, когда мы можем открыто говорить о нашем вероисповедании. И это время прекрасно. Это время для нас. Вы знаете, во все времена, во все сроки есть особенный Божий план на жизни людей. И для нас есть Божий план именно на это время. Бог в это время хочет, чтобы мы с вами что-то исполнили. Но есть нечто, что актуально и что, скажем так, верно и истинно всегда. Есть определенный Божий план, который происходит на все времена и на все сроки. И что же это за план? Это план спасения. В этом плане спасения есть что-то вечное, что никогда не будет изменяться. И неизменно будет Его любовь к нам и Его Слово. Божья любовь, она не зависит от времени. Божья любовь, она не зависит ни от каких обстоятельств. Божья любовь, она вечно. Божье Слово, оно так же вечно. Он сказал, и оно никогда не изменится. Вы знаете, многие говорят, что мы живем в последние времена. Что скоро придет Машия, и люди, смотря на определенные какие-то моменты, говорят, что да, это время близко. Кто-то там считает трубы, кто-то говорит, вот уже осталась там практически последняя труба. Но я знаю одно. Я знаю, что мы... Я не знаю, когда будет пришествие Христова. Я знаю, что мы к этому пришествию на 2000 лет ближе, чем первоапостольская церковь. Вот это я могу сказать точно. Мы немножечко ближе. И чем мы ближе к пришествию Христа, тем, конечно, немножко все меняется. И враг немножко себя начинает вести по-другому. Но мы верующие того времени, времени, в которое мы несем определенную ответственность. Ответственность, которая немножко больше, чем была ответственность у людей более ранних сроков. Почему же так? Потому что мы с вами имеем полноту картины Божьей. Мы имеем Писание. Многие из вас, я знаю, прочитали Библию не один раз. Если мы вспомним времена первоапостольской церкви, Писания у них вообще не было. У них были послания, которыми они делились. И, возможно, церковь за все свое существование имела возможность прочитать 3-4-5 посланий. Мы знаем, что до 18-го столетия Библия также изучалась только практически священнослужителями. Но у нас есть возможность, и так как у нас есть эта возможность видеть полноту картины Божьей, на нас лежит с вами Божья, на нас лежит с вами ответственность перед Богом. И вот это вот неизменное Слово Божие, оно всегда говорит истину. Слово Божие, оно никогда не обманет. Оно никогда не ошибется. Оно говорит то, что действительно истина. И мы с вами все знаем, те, кто уверовал в Ишуа, Мессию, мы знаем, что благодатью мы спасены. И сие не от нас. Это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Это основа основ. Мы знаем, что Бог возлюбил нас так, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И это действительно так. На это можно сказать «Аминь» и воздать славу Богу. Аллилуйя! Слава Господу нашему Иисусу Христу! Но вы знаете, на этом все не заканчивается. На этом все только начинается. Потому что есть помимо этого путь спасения. Почему-то так Бог не сделал, чтобы мы покаялись, приняли Христа в свои сердца и отошли в вечность. Полчаса до смерти Дух Святой сходит, касается твоего сердца. Ты говоришь «Господи, я великий грешник». Господь, будь моим Господом. И отошел в небеса. Аллилуйя! Как прекрасно! Но так не происходит. Бог определил определенный путь для каждого из нас. И вы знаете, от нас с вами зависит, что мы в конце этого пути услышим. То, что мы услышим, у нас есть всего два варианта. Третьего не дано. Всего лишь два варианта. Вариант первый. Можно услышать. Добрый и верный раб. Войди в радость Господина своего. Приятный. Это вариант приятный. Вариант второй. Вариант неприятный. Я никогда не знал тебя. Отойди от меня, делающий беззаконие. Третьего варианта быть не может, что Господь скажет, «Ой, вот смотрю я на тебя, вроде добрый, а вроде беззаконник». Ну, ну так, ладно, заходи, там где-то с краешку побудешь. Нет. Всего лишь два варианта. Или добрый, или беззаконник. И Бог, будучи любящим Отцом, Он хочет, чтобы никто из нас не услышал варианта номер два. Бог, будучи любящим Отцом, Он хочет, чтобы каждый вошел в Его радость. Потому что Его любовь безгранична. Мы сегодня с вами пели о Его любви. Его любовь, она безмерна. Ее нельзя объяснить, о ней нельзя рассказать. Ее можно только почувствовать и принять. Любовь Божия, она была явлена в Иисусе Христе. Принимая Иисуса Христа в свое сердце, мы принимаем Его любовь. И вы знаете, нам не надо молиться уже о любви. Чтобы мы, Боже, научи нас любить. Нам надо отыскать Христа в своем сердце. Бог, будучи любящим Отцом, Он спас нас. Но Он еще позаботился, чтобы мы прошли этот путь. Он дал нам все необходимое. Писание говорит, что Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия. И Он хочет единственное, чтобы мы с вами были послушными детьми. Правильно? Так как мы, те, кто родители, что мы хотим? Мы нашего ребенка учим. Мы нашего ребенка наставляем. Говорим ему какие-то определенные правильные вещи. Для чего? Ожидая то, что Он будет делать то, что мы Ему говорим. Так и Отец. Он ожидает от нас то, что мы будем исполнять то, что Он нам говорит. И я хочу прочитать местописание. Вы все его много раз читаете. Вы все его знаете. Я думаю, что многие даже могут его наизусть процитировать. Это Евангелие от Матвея. 7 глава. 24-27 стих. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал. И было падение его великое. Если мы слушаем слово, и не исполняем его, то горе нам. Горе нам. Падение нашего дома будет великое. Но вы знаете, друзья, сегодня я хочу сказать нечто, что надо сделать прежде, чем начать слушать. Прежде чем начать слушать и исполнять, для того, чтобы мы могли слушать и исполнять, нам надо сделать одно действие. И сегодня я хочу поговорить об этом действии. Давайте откроем Евангелие от Луки, 13 глава, 23-24 стих. Вообще интересная очень глава. И если мы посмотрим, начинается глава с того, что Ешуа, он общается с народом. И Ешуа поднимает такие очень-очень-очень серьезные вопросы. Он поднимает вопрос покаяния. Он говорит о покаянии. Потом Ешуа начинает говорить о плодах. О плодах покаяния, о плодах в жизни. После этого, делая действия Божие, он имеет общение с лицемерами, он обличает лицемеров. И после этого он говорит о Божьем Царстве. Очень серьезные вещи. И слушая эти вещи, к нему подходит один человек. Послушав эти вещи, и задает ему один вопрос. 23 стих. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им в ответ, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не вас могут. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Мы знаем еще местописания, которые говорят о вратах. В Евангелии от Матвея, в 7 главе 13-14 стих, он говорит, что входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, и тесны врата, и узок, путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят их. Здесь автор, а автор здесь Дух Святой, он говорит об этом немножко в другом ракурсе. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, люди будут искать, и не возмогут. Почему не возмогут? Потому что, чтобы войти в эти врата, надо подвязаться. И очень интересное слово. Что же значит слово подвязаться? Слово подвязаться означает стараться, действовать, трудиться, бороться. Если углубленнее рассматривать это слово, то это слово означает работать до пота лица, работать не покладая рук, работать как волк. для того, чтобы войти в эти врата, нам надо что сделать? Нам надо работать. Работать до пота лица, работать не покладая рук, приложить все наши старания. И вы знаете, дьявол очень сильно понимает эти вещи. И что он пытается сделать? Он пытается верующих людей расслабить. Его задача очень простая. Чтобы люди расслабились и увидели широкую-широкую дорогу, которой можно идти себе спокойненько. И дорожечка, которая узкая, от Бога, он хочет, чтобы она стала широкой-широкой. А там уже можно вообще с нее свернуть. И вы знаете, через всевозможные хитрости через суету, через любовь к прелестям этого мира, он вот и пытается сделать так, чтобы человек забыл о том, что ему надо быть в состоянии подвязания. Что ему надо быть в состоянии старания, чтобы пройти этот путь. И он вносит также всевозможные лжеучения. в среду верующих людей. И в наше время мы можем быть свидетелями такого рода учений. Вы сами знаете, много слышали, теории преуспевания, теории завоевания. говорят сегодня, что верующие должны все богатые быть на мерседесах, ездить и банкирами быть. Другая теория говорит о том, что надо, чтобы мы шли в правительство, чтобы мы влияли на этот мир, надо, чтобы наши люди были президентами, мэрами и так далее. Ну, вы знаете, я не знаю, как влиять, я знаю, что Писание говорит о том, что мы должны молиться, ну, мы должны благословлять власти, но я не читал в Писании, что бы говорили, вы должны быть мэрами, президентами и так далее. Я не говорю о том, что это плохо, если бог кого-то к этому призывает. это может быть, но я хочу сказать, что это не должно быть целью. И, вы знаете, сегодня, давайте посмотрим вообще на сегодня на Евангелие. Сегодня вот Евангелие, оно вот зачастую обрастает всевозможными вот этими лжеучениями и даже если мы будем внимательными, то мы можем слышать, что когда проповедуют люди о Христе, то это евангелисты знают два вопроса правильных. Не все знают эти вопросы, но мы можем слышать о том, что зачастую верующие говорят, ты хочешь получить исцеление, тебе нужен Бог, иди к Богу, ты получишь исцеление. Вы слышали такое? Вы слышали, когда говорят, у тебя есть проблемы в семье, у тебя есть кредиты, тебе нужен Бог, иди к Богу. Люди идут, нет исцеления, нет проблем, не решились проблемы в семье, и люди уходят. Почему? Потому что умоляется жертва Христова. не надо идти к Богу, чтобы Бог тебя исцелил. Надо идти к Богу, потому что Ишуа умер на Голговском кресте, чтобы мы могли иметь мир с Богом, чтобы мы могли иметь веру в Бога, чтобы мы могли верить Богу и в своей немощи и болезни, могли с надеждой ожидать, что если Бог будет благоволить, Он исцелит. Послушайте, сегодня мы немного можем слышать проповедей о том, что гонение это классная вещь. Но вы часто слышите такие проповеди? Я скажу вам, я не часто. Сегодня не сильно интересно говорить о том, что если вас будут гнать за имя Божие, вы блаженны, вы счастливы. Вы знаете, за границей вообще даже желательно не говорить проповеди, которые обличают. Потому что если ты вдруг кого-то обличишь, этот кто-то может пойти и написать на тебя заявление в суд, что из-за тебя он получил травму, моральную травму, душевную травму и вас за это привлекут к ответственности. И поэтому это не модно. Ну об этом стараются не говорить, потому что есть вариант, что церковь затягают просто по судам. и это вот это вот время. Вы знаете, то, о чем я говорю, эта проблема не началась в сегодняшнем времени. Эта проблема началась еще в первом веке. Все началось намного раньше, чем мы себе можем представить. просто сейчас она набрала более такой широкий оборот. Но хочу, чтобы мы посмотрели с вами послание Иуды. Такое малое послание но очень интересное очень актуальное и очень важное. Теологи говорят, что Иуда ну есть одно из мнений, что это Иуда брат Якова и брат Иисуса Христа. И примерно это было написано опять же как по изучениям одной из категорий теологов говорят, что оно было написано где-то в 60-х 70-х годах первого столетия. Так вот, что делает Иуда? Иуда обличает людей, обличает определенную категорию людей. Что он им говорит? Одну секундочку, сейчас я вам прочитаю. Ибо вкрались некогда люди издревле предназначены предназначены к всему осуждению нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутствию отвергающегося единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, как я понимаю, я не думаю, что люди приходят к Богу, он думает, я приду к Богу, приду в церковь, чтобы стать вот таким злым делателем. И чтобы не такой вариант тоже не исключается, но в основе я не думаю, что все так происходит. Человек по непонятным причинам, потому что где-то он не пободрался, он попадает в сеть дьявольскую и попадает в заблужение. И вот обращение идет к людям, которые попали в это заблужение, потому что здесь говорится о моменте того, что люди дважды умершие, это значит люди были рожденные. Люди были рожденные, но второй раз умершие. И вы знаете, интересный момент следующий. После того, как он говорит к этим людям, которые кстати, почему они таковыми стали, за неверие, люди не поверили Богу и не стали исполнять то, что Бог им говорит. И вот в своем послании Иуда он увещевает верующих людей. Что он говорит? Третий стих. Стих перед этим. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвизаться за веру однажды преданную святым. Апостол Иуда опять говорит, вам надо подвязаться за веру. Вам надо стараться, вам надо трудиться, вам надо трудиться до пота лица, трудиться как волк, трудиться не покладая рук, за веру. И вы знаете, много лет назад, когда мы с моей женой только пришли к Господу, к нам вообще приехал один служитель из Америки. Многие его помнят и знают хорошо, это Джефф Коллинз, благословенный брат, и он на одном их служении сказал очень для меня важную вещь. Вот эта вещь, она, эти слова, они до сих пор живут в моем сердце. Он сказал, что вера в Бога это принятие решения. Вы знаете, Бог, действуя своим Святым Духом, коснулся наших сердец и обличил нас во грехе. Но мы приняли решение отдать наши жизни Господу. Бог через время, когда мы приняли Христа, Бог вложил в наши сердца дать ему обещание доброй совести, и мы прошли водное погружение. Каждый день просыпаясь, я принимаю решение помолиться мне или не помолиться. Каждый день я принимаю решение почитать мне или не почитать. Каждый день, когда происходит определенного рода ситуация, я принимаю решение поступить мне так, как говорит Бог, или поступить по своей волею вера в бога это есть принятие решения и вот апостол иуда он говорит возлюбленные подвязайтесь за веру подвязайтесь в принятом решении подвязайтесь для того чтобы исполнить его волю вы знаете я хочу сказать что мы с вами как верующие люди мы не можем себе позволить жить жизнью бездействие это не позволительно сказать о благодать спасен тобой и хватит об этом я спасен благодатью аллилуйя теперь я буду жить радоваться веселиться и все мы себе этого позволить не можем с мы должны подвязаться я хочу чтобы мы открыли еще одно послание послание петра второе второе послание петра первая глава первая глава с 3 по 11 стих как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью которыми даровано нам великие драгоценные обетования дабы через них соделались причастниками божественского и сества удалившись от господствующего в мире растления похотью что вы и прилагая к сему все старание и перечисляется что мы должны сделать если вы это если это вас есть и умножается то вы не останетесь без успеха и плода в познании господа нашего иисуса христа я момент упустил время чтобы немножко хочу вместить все то что хочу сказать и 9 стих а в ком нет всего тот слеп закрыл глаза забыл об очищении прежних грехов своих посему братья более более старайтесь сделать твердым ваше звание избрание так поступая никогда не приткнетесь ибо так откроется вам свободный вход вечное царство господа нашего и спасителя иисуса христа амен и вы знаете апостол петр говорит слова вам надо что-то делать вере вы должны показать добродетельность добродетельность рассудительность и так далее и так далее но перед этим вам надо что сделать вам надо к этому приложить все свое старание это не должно быть такое ну покажу я вере рассудительность нет апостол говорит приложите к этому все свое старание И если мы будем прилагать к этому все наши старания, то тогда мы не останемся без успеха и без плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если же мы с вами этого делать не будем, то мы становимся людьми, которые забыли о прощении грехов. Людьми, которые умоляют жертву Иисуса Христа. И не я об этом говорю, об этом говорит Слово Божие. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. И вы знаете, поэтому, если мы будем поступать прилагая все наши старания, мы и не преткнемся никогда. Для нас не будет преткновения, что кто-то поступает неправильно. Потому что мы стараемся, мы прилагаем все наши старания для того, чтобы познавать Бога. Вы знаете, если мы будем прилагать все старания, то мы отыщем эти тесные врата и пройдем этим узким путем. И нам откроется вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, размышляя по этому поводу, я думал, ну как же, мы, ведь мы с вами верующие люди. И мы спасены, правильно? Через жертву Христову, приняв Иисуса Христа, мы спасены. И имена наши записаны в книге жизни. Правильно? Это действительно так. Об этом говорит Слово Божие. Мы с вами спасены, и мы с вами пребываем в Царстве Божием. Аминь. Мы же сейчас, верующие люди, пребывают в Царстве Божием. Но есть вечное царство. Вот путь нашего спасения определяет, войдем мы в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Да, послушайте, я ни в коем случае не хочу, чтобы поняли, и чтобы никто привратно не понял моих слов. Мы не заслуживаем свое спасение. Ни в коем случае. Это безвозмездный дар от Бога. Но у нас есть ответственность, как у верующих людей. Если мы действительно рождены свыше, если мы действительно пережили встречу со Христом и приняли Его в свое сердце, то Господь, живя в нашем сердце, Он подвигает нас к тому, чтобы мы жили правильной жизнью. Но мы можем сделать выбор. Мы можем принять решение, подвязаться или не подвязаться. У нас есть свободный выбор. Приложить нам все старания или приложить нам только половину. Господь хочет, чтобы мы приложили все наши старания. И дальше апостол пишет 13 стих. 12. И я сказал вначале, что я буду говорить о простых вещах. Это простые вещи. Апостол Петр, он писал это послание в конце своего жизненного пути. Он знал, что Бог его заберет к себе. И он говорит, доколе нахожусь в телесной храмине, я почел нужным об этом говорить. Я надеюсь, что Бог меня оставит пока в моей телесной храмине. На все его Божья воля. Но вот Дух Святой вложил в мое сердце так же сказать об этом. Простые вещи, но которые очень просто забываются. Как же нам, братья, научиться жить? Как же нам научиться прилагать все наши старания? Вы знаете, Дух Святой, который живет в сердцах верующих людей, Он каждый день оживляет в нас жертву Ишуа Мессии. Когда мы каждый день взираем на Него, умершего и воскресшего, Мы пребываем в состоянии правильном. В состоянии, я бы сказал, наши глаза открываются. Потому что человеку свойственно немножко присыпать. Мы нуждаемся, чтобы кто-то нас там бах, подтолкнул. Но взирая на Него, наш духовный человек ободряется. Потому что там, на Голгофском кресте, Когда Он умер и когда Он воскрес, мы получили жизнь. И интересно то, что Писание, оно говорит нас о следующем. Что, чтобы мы с вами бодрствовали, да? Вот верующие люди должны бодрствовать. А почему мы должны бодрствовать? Потому что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот его задача поглотить неверующих и верующих. Его задача украсть, убить и погубить. И как же нам научиться бодрствовать? Как же нам научиться стараться? Как же нам научиться прилагать все старание? Ну, вы знаете, я когда готовился, вот дошел до этого момента, Потом думаю, елки-палки, Олег, ты ж не сильно такие картины страшные рисуешь. Что-то скажет потом, ох, брат, ох, ты нарисовал, все так страшно, все серьезно. Вы знаете, я думаю, что не так все страшно. Потому что Слово Божие, оно говорит, что мы призваны к свободе. Только мы должны с вами правильно понимать, что такое свобода. Иногда, читая это местописание, люди говорят, вы призваны к свободе. О, мы свободны, можно делать, что хочу, одеваться, как хочу, говорить, как хочу, делать. В общем, я свободен. Есть песня хорошая, я свободен, словно птица в небесах. Вот так вот некоторые верующие, они думают, что они свободны во всем. Но в чем же мы свободны? Мы свободны от греха. Мы свободны от греха. И что? Он освободил нас от рабства греха. И когда в Библии говорится о свободе, добавляется в некоторых местах, ребята, к свободе вы призваны. Только смотрите, чтобы свобода ваша не была поводом к распутству. Смотрите только, чтобы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Да? И свободу от греха мы имеем с вами благодаря Ишуа Мессии, которая живет в наших сердцах. И мы можем возрастать в этой свободе. Возрастать только при одном условии. Если его становится в наших сердцах больше, а нас меньше. Если Христа внутри нас становится больше, а нашего меньше. Умирая каждый день для себя и живя для Него, мы получаем эту свободу. Только тогда, когда мы будем умирать для себя и жить для Бога, мы будем иметь эту свободу от греха. И вы знаете, Ишуа, он пришел на эту землю для того, чтобы умереть за каждого из нас. Ишуа пришел на эту землю для того, чтобы умереть за тебя, для того, чтобы умереть за меня. И Ишуа, он знал, он очень четко знал, что он живет не для себя. Ишуа, будучи на земле, он исполнял волю Отца. Он всегда во всех посланиях, во всех своих, он говорил, что я створю не свою волю, но волю Отца моего Небесного. И Ишуа, он оставил славу Небес, спустился на землю, принял облик человеческий и прошел путь, показав нам с вами, каким путем должны идти мы. Вы знаете, в конце своего пути он говорил очень интересные вещи. И это и не только, но в конце некоторых, в разных Евангелиях по-разному написано, но он говорил следующие вещи. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот обретет ее. И Ишуа, он таки потерял свою душу, чтобы приобрести души многих. Я хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 12 глава Евангелия от Иоанна, 24 стих. Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Ишуа приходит в Иерусалим, Ишуа знает о том, что должно с ним произойти. Он знает о том, что ему надо умереть за многих. И он говорит слова, что зерно должно умереть, тогда принесет много плода. И мы сейчас с вами можем видеть этот плод. Вот плод того, что он сделал. Мы с вами являемся его плодом. Но вы знаете, Ишуа хочет также, чтобы мы с вами принесли этот плод. Для каждого из нас, Ишуа хочет, чтобы каждый из нас принес плод. Он не хочет, чтобы никто остался без плода, чтобы никто не погиб. Ишуа хочет, чтобы мы принесли плод. Кто в 30 крат, кто в 60, кто в 100. Потому что, если мы с вами не принесем плод, что с нами будет сделано? Ведь это будет обрубано и в огне спалено. Но Ишуа, будучи любящим Господом, он этого не хочет. И Ишуа поэтому и учит народ свой, чтобы мы приложили все наши старания на нашем жизненном пути. Чтобы мы подвязались за веру. Чтобы мы трудились до пота лица. Интересно, что после этих слов Ишуа говорит. 25 стих. Я прочитаю отрывок вместе. Истина. Истина говорю вам. Если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее. А ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее. Жизнь вечную. Друзья, если мы будем каждый день умирать для себя и жить для Бога, если мы с вами будем подвязаться каждый день, подвязаться за веру, если мы не будем с вами в состоянии спячки, а будем бодрствовать, будем в бодром состоянии, если мы будем трудиться до пота лица, если внутри нашего сознания будет это понимание, из-за того, что Бог, великий Бог, отдал самое дорогое, что у Него было, единородного сына своего, Ишоа Мессии, чтобы я не умер, чтобы я не погиб, но имел жизнь вечную, то это понимание, оно будет побуждать нас к активным действиям, к действиям того, что мы будем прилагать все наше старание. Мы должны приложить старание. Бог ожидает сегодня, чтобы мы прилагали к этому старание. Если мы будем прилагать старание, мы не останемся без успеха и без плода. И вы знаете, я хочу, чтобы мы молились сейчас. я не говорю вам, что вы не приносите плод, я не говорю о том, что вы не подвязаетесь, вы знаете, но я лично для себя скажу одно, я хочу сделать больше, чем я делаю сейчас. Я хочу быть более, более подвязанным, я хочу, чтобы было в моей жизни было больше Его и меньше меня. Я верю, что сегодня Дух Святой, Он хочет, чтобы мы с вами приняли это решение. Прилагать все наше старание в нашем хождении перед Богом, подвязаться за Его веру и умереть для себя, для того, чтобы много принести плода. Давайте мы встанем на наши ноги и помолимся. Аллилуйя! Аллилуйя! Божий Святой! Божий Святой, слава Тебе! Божий Святой, слава Тебе! Ишуа, мы превозносим и славим имя Твое! Ишуа, мы благодарны Тебе на этом месте! Мы благодарны Тебе за жертву Твою на Голгофском кресте! Мы благодарны Тебе за то, что Ты умер за каждого из нас, чтобы мы, уверовав, не погибли, но имели жизнь вечно! Ишуа, мы благодарны Тебе за то, что Ты умер, чтобы принести плод. И плод Его это мы, Господь! Божий Святый, мы благодарны Тебе за то, что действие Духа Твоего, оно не прекращается в наших жизнях. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой Святой, Он побуждает нас, чтобы мы подвязали за веру, Господь! Боже, пусть в это время Твой Дух Святой, Он утверждает каждого на этом месте в принятом решении следовать за Тобою до конца. Боже, не дай нам быть в состоянии довольства, но дай, Боже, почитать себя ничего не достигшими, но забывая заднее простираться вперед, стараясь исполнить волю Твою в полноте для каждого из нас. Святый, Ты родил нас в это время, чтобы мы исполнили Твою волю. Помоги нам, Отец, исполнить эту волю в полноте. Помоги нам, Боже, слушать и исполнять все то, что Ты говоришь нам. Боже, мы ожидаем милости Твоей к нам в этом. И пусть Дух Твой святой, пусть Дух Твой святой, Дух любящего Отца, Он всегда, когда мы будем уставать, когда мы будем, Боже, забывать, Он напоминает нам об этом во имя Ишуа Мессии. И тогда через нас слава Твоя, она будет сиять по этой земле. Тогда через нас, Боже, будут приходить ко спасению другие люди. Ведь Ты этого желаешь, Господь. Мы благословляем Тебя, Царя славы, Бога вечности, Вишем Ишуа Хамаши. Субтитры Хамаши. Хамаши. Субтитры создавал DimaTorzok